ребята всем привет привет сегодняшний ролик будет про хабейл а6 такой небольшой ролик про то что какие проблемы все-таки возникают когда владеешь китайским автомобилем потому что все эти продажные блогеры каждый день на ю тубе хвалят машины там все сейчас вот новый хабейл f7 появился там еще какие-то джили там еще я даже название эти вообще уже выговорить не могу ну вот юрий он владелец китайской техники уже какой год начиная с ховера 3 а у тебя был ховер 5 до начиная с ховера 5 юрий владеет вот этими китайскими машинами и как бы не собирается менять их больше ни на какие по крайней мере как он говорит а не нравится да ну так что давайте про машину но прежде чем досмотреть ролик до конца подпишитесь на мой канал потому что я иногда показываю вот эту машину иногда рассказываю про свою машину меня у toyota 4 и ну про все остальное что связано с техникой ну и не только можете подписаться и поставить лайк видео если вам понравится нам и продолжаем начнем с машины машина была куплена в автосалоне юра покупала ее новую до 2015 года машина 2015 года выпуска это можно посмотреть вот вот я не знаю видно будет на стекле написано вот пятерка машина 2015 года пробег конечно на ней не очень большой но машина эксплуатируется круглый год и зимой и летом гаражные хранения вот гараж хранит он ее в гараже они под открытым небом двигатель 1 и 5 200 там 150 лошадиных сил это написано в документах до в рекламе до по факту 143 до расход топлива средний какой у метр по городу стилитов около десятки да это поп но прибора в городе даже может 11 с половиной в этой машине полный привод и механическая коробка передач ну машина нравится машина нормальная но все бы ничего но в один прекрасный момент юра заметил вот здесь вот проекции в нем есть и она перестала светиться вот но из моих роликов можно посмотреть как мы ездили на т.о. последний раз и было видно что дилер там был уже никакой там уже ты у проводили сарае каком-то дает и вот это да там ты был тип в таком гараже там вообще все но теперь в нижнем новгороде появился более-менее нормальный дилер и буквально когда вчера вчера юрий по гарантии съездил туда и ему все устранили что сделали и расскажали целиком зеркало и всю проводку который вот это вот это зеркало все поменяли единственная накладку родной оставили чтобы цвет совпадал но при углубленной диагностики они выяснили как миюр уже сказал что там произошло окисление в проводах контактах и было принято решение поменять полностью жгут вот этот который идет к зеркалу потому что зеркало она еще складывается до электрической еще в нем камера стоит и подогрев и они все это дело поменяли по времени сколько заняло все время это завел долго четыре часа четыре часа вот по документам стоимость работ запчастей и всего прочего вышло где-то сколько 28 500 вот этих обслуживания тебе выходит в год сколько 10 10 тысяч ну ну да юра сразу но эти 28 500 см я же не взяли понять что цена там она состоит из разных составляющих из нормы часов там из всяких там запчастей сопутствующих всех расходов там расходников и всего такого но вот все равно приятно когда приехал тебе все устранили вот поменяли полностью все двери начинаю там миллион проводов ну что ребята вот и хваленый вам китай машина сошла с конверт четыре года назад и уже проекции перестала светиться как вот даю кроме эту проблему пока не было до проблем но видите дилер все-таки появился более-менее нормальный и теперь можно обратиться хотя бы ну что давай покажем машину то страны выгнали машины в общем еще раз напоминаю 15 год вот так выглядит салон здесь руль вот в таком состоянии у меня у знакомого в раф 4 с кожаным рулем за 5000 у него по гарантии меняли руль кожи вся облезла на руле хотя он без колец ездит вот состояние порогов можно увидеть это я имею ввиду вот на наличие ржавчина окисление какого-то вот низ дверей можно посмотреть ну и ухаживать за машиной ну в плане того что он ее моет регулярно вот задние двери сиденье эко кожи все более-менее приличном состоянии да я бы сказал в новом вот ручки можно посмотреть у меня на раф 4 то они вот так немножко птираются пробег уже 40 тысяч также можно увидеть вот как двери выглядят внизу вот пластик здесь все в пластике пороги пластиком закрыты ну вот изготовление да можно увидеть вот даже швы сварные видите даже рамка здесь это приварено по моему да вот здесь точки видите но это уже конструктивные такие особенности машины и здесь тоже дверь состоит видите сварка вот если сравнить раф 4 там тоже сварка сейчас посмотрим да здесь тоже самое смотрите дверь также приварена такие же точки можно увидеть да давайте посмотрим как багажник как сзади машины выглядит как хром выглядит вот хром вот он так выглядит понятно что машина мало эксплуатируется но все-таки с 15 года она и в гараже хранится может быть даже в гараже то там и влага и все но если бы пошло ну да 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 было бы видно откроем паренька бардак но ты ладно это все нормально это говорит о том что ты на машине есть ложится и косилки бензопилы ну да эксплуатируется по крайней мере он ее не бережет специально просто он ездит по мере возможности да по мере необходимости вот так это здесь все выглядит ну вот это вот дополнительная накладка была приклеена да или так идет она парктроники там сзади внизу вот можно увидеть подвеска там немножко ржавчина вот есть от вот мне кажется из-за того что гаражное хранение все-таки влага да у него там погреб и вот это мне кажется влияет как раз на то что вот эти болты там немножко ржавеют так вот кромка багажника так вот она ну вот машина 15 года можете посмотреть по кузову но я думаю что достойно достойно закрывая говорили что через три года сгниет но пока не видно признаков пока этого нет с этой стороны тоже можно увидеть вот эту подсветку которую я показывал когда меня покупать все работает ну смотрите как китайцы делает все вот таком виде вот сеточки все удобно это все складывается тоже да а вот это вот что такое от регулировка наклона она регулируется для даже здорово даже ручки вот эти вот это держатся не облезают ну вот сам на резике ржавеет мне тоже самое даете вот молдинги тоже смотрите ни в каком состоянии вот водительская дверь краска тоже держится ничего не отходит ничего не влезает вот это вот ручка открывание двери она ведь пластиковая покрашенная но она тоже имеет хороший внешний вид в общем все детали которые покрашены все нормально держится до открываем здесь все выглядит вот так руль ну вот это вот кожа так называемая таком состоянии все кнопки не облезает ничего в общем пока нормально все ну вот сами видите регулировка сиденья электрическая вот смотрите сами каком виде она находится сейчас давайте посмотрим что у нас под капотом тут чистота порядок ты мыл что ли там два раза в год всегда внутри на терра а просто протираешь вот так выглядит мотор 1 и 5 стоит турбина вот так масло то есть там есть даже масло еще не грязно не особо аккумулятор все родной аккумулятор 1 нет меня уже когда там году менял до аккумулятор поменял вот видите поменял так капот капот тоже в таком вот виде вот на данный момент а сегодня 31 августа такой автомобиль у дилера стоит сколько ты видел вчера миллион двести восемьдесят миллион двести восемьдесят в такой же вот комплектации до полный привод ручка 1 и 5 turbo вот здесь вот решетка вот это все хром ну вот смотрите вроде все он как раз вот принимать на себя все брызги всю соль и все такое сеточку тебе устанавливали ли это найдет тоже в стандарте в комплектации в такой да ну вот так все это выглядит за четыре года с момента схода с конвейер автомобиля ну а эксплуатируется юр она года три три эксплуатируется автомобиль три года спасибо за внимание ставьте лайк видео если вам понравился автомобиль а мы сейчас едем к реке там у юра стоит лодка с китайским мотором шармакс 9 и 8 этот мотор у него ранее стоял на резиновой лодке на канале у меня тоже можете это все увидеть но резиновой лодка юре уже не понравилось он купил пластмассовую какую-то лодку да и вот сейчас мы едем туда и посмотрим что это за лодка прокатимся на ней вам покажем я еще сам не катался поэтому если вам интересно можете посмотреть следующем ролике ну а мы поехали увидимся на реке пока ну вот видите проекция работает как красиво и шикарно это выглядит красными буквами хавейл хавейл и и и